Девушки отдыхают... Мама, пожалуйста, начинаться! Аааа, нет, мама! Постраду, вы что-то не доделаны. Девушки отдыхают. Что-то все в этом закончили, нет? Извините, я вам помешал. Вы с сыном прямо на одно лицо, вот прямо похоже. ДНК, наверное, на 100% совпадает. Ладно, наказывайте его там дальше, запомните, он хулиган. Самый большой хулиган в школе. Извините, я вам не буду мешать. Удачи вам в воспитании вашего недоумка малолетнего. Пока. А вы что думали? Вы что думали, что я детей убивать буду? Совсем кочерыжка поехала. Списали мне предыдущие три серии. Мол, Эдисон, ты там позволил шкалотронов как-то себя там оскорбить. Плевать я хотел на этих шкалотронов, а? Вы что подумали, что я сейчас реально приду с калашом и просто расстреляю их всех? Ребят, это дети. Это дети. Нельзя издеваться над детьми. Дети это хорошие существа. Иногда, конечно, бывают вредными и злыми. И вообще, бывают хейтерами. Бывают говорят, что я там урод. Бывают говорят, что про Катю, что она страшная. Бывают говорят, что я сдохнул. Но все же дети. Дети бывают разные. Белые, черные, красные. И всем одинаково хочется... Кого-нибудь... Песню с детства вспомнил, неважно. Что вы думали? Я пришел к директору, сказал... Вот шкалотроны эти недоделанные стоят и вообще крышуют здесь всю школу. Они у меня староторили золотую кнопку демастера. Они у меня староторили стак золотых монет. Зачем им сто процентов потратят на какие-то там сигареты, бухлишко? Нельзя, нельзя баловать бухлишком своих детей. Вообще бухлишком как бы никого баловать нельзя. Ну, я накатал заяву директору. Директор вызвал родителей. Как видите, пришла мама этого шкалотрона. Это главарь банды. Ну и вот и все. Че вы костер-то потушили? Че костер-то? Холодрыга такая, жопа мерзнет целыми днями. Хоть и в Португалии, но холодно вообще и дрить-голодить. Так, где вы... Че вы здесь спрятали? Так, в мусорном баке ничего нет, ничего. Опа! А вот и моя прелесть. Золотая монета, стак золотых монет и, конечно же, золотая кнопка демастера. Это вы только посмотрите. Только посмотрите. Как она сияет. Какая она потрясная. Золотая кнопка демастера. Слушайте, ее можно толкнуть очень даже нехило. Я как раз таки собираюсь это сделать в этой серии. Ну че? Че? Красавчик ты наш. Дорова, дорова. Ну вы смотрите, там вашего вот этого кента мамка забрала. Чтоб я вас здесь, шкетов малолетник, в следующей серии не видел. Если вы будете стоять здесь со своими зубочистками, а ты переросишь вообще на меня, не смотри. Если будете тут стоять со своими зубочистками, я и ваших мам позову в школу. А вы слышали то, что с тем, как его, Геннадий, Геннадий вот этого школьника зовут. Вы слышали, что с ним произошло? Поэтому намотайте себе на ус. Хотя усы у вас еще не выросли, потому что вы дети. Ничего страшного. Пфу! Распоясались, шкалатроны, а! Делают какие-то опрометчивые поступки, нападают на блогеров, потом звездюлях... Ну, звезды... звезды... это не мат. В общем, да. Ой! 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 Так. Идем в банк. Идем в банк. Забираем бабло, которое у нас там есть с первой серии зомби апокалипсиса. Забираем бабло, а потом выпускаем сразу же вторую серию зомби апокалипсиса. Охранник Стёпа! Здорово! Я пришел проставиться. Проставиться. Водяра. Да. Я помню то, что ты мне ее сами подарил на новый год, но я-то не пью. Я-то человек не пьющий, поэтому забирай охранник Стёпа. Похмелись за мой счет. Здорово! Банкир, как у вас там? Спасибо. Да не за что. За что спасибо? 41 золотая банкир. Это тебе на чай, хорошо работаешь. А тебе охранник Стёпа на сигареты. Я сегодня вообще добрый на самом деле. 39 золотых монет. Ха-ха-ха-ха. Так надо идти похвастаться перед костанчиком. Я надеюсь то, что он убрал свою джакузи наконец-то. Кто помнит в предыдущей серии, кто не видел предыдущую серию, вот если ты ее не видел, прямо сейчас надо мной появится подсказочка. Костя вообще офигел. Он джакузи себе поставил перед входом в мой ресторан. Посмотри, пожалуйста, предыдущую серию, потом возвращайся сюда, если, конечно, не жопа коня. Костя. Тут человеку плохо. Че- человеку плохо. Костя, когда я в предыдущей серии сказал, ты бы еще сюда тёлок бы позвал и бухло. Это чисто в шутку было сказано, что ты распустился. Я не имел в виду, что ты реально сюда бухло бить. Че ты... КОСТЯ! Ты, Олег... Подожди, а бабу Зину-то ты... О, Господи, че-то же ноги-то... Баба Зина замужняя баба. Там Геннадий Петрович... Слушай, Геннадий Петрович уважаемый молодой человек. Восьмидесятипятилетний. Если он узнает, что ты сделала с его женой... Я не знаю... А это еще кто такая? Костя, я вообще первый раз вижу. Она вообще из города ютуберов или вообще с какого-то другого города ты ее украл? Собери, пожалуйста... Я забираю у тебя джакузи, Кость. Сиди себе там дальше на земле. Простату промораживай дальше. Слушайте, не человек... А гиппопотам какой-то. Костя, ты что рекл... Рекламу моего ресторана... Че мы... Это вывеска, это походу реклама моего ресторана. Только, как я вижу, она не доделана. Потому что здесь еще не хватает номера телефона и... Лучший Уася... Костя! Мне кажется, Уася это больше на грузинском какой-то. Для грузинской кухни подходит. Не для итальянской... Ну ладно, ты у нас вообще пиарщик, рекламщик. Лучший Уася пицца писта! 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 Костя, ты дурак! У нас... Дети нас смотрят! Какая писта! А, паста! Грамматическая ошибка здесь... Писта! Я-то думал, что ты уже дебил материшься здесь. Лучший Уася пицца писта! Паста в галактике. Только почему реклама в моем же ресторане? Ты дурак? Что ты здесь застроил-то все? Реклама же должна быть на улице где-то. Костя! Сумасшедший человек! Ой! Джакузи... Я не знаю, откуда Костя себе джакузи... Короче, смотри. Джакузи я тебе поставлю... Я не знаю, сюда в сундук. В сундук себе. Вот сюда. Подумай хорошечно. Или потом я себе ее заберу. Кстати, от джакузи я всегда мечтал. Но у меня просто дома нет места, куда можно поставить джакузи. Тем более я сейчас живу с родителями. Что баб? К следующей серии здесь не было, Костя. Вывеску. Так. Вывеску мы сюда... А, вот сюда как раз таки. Давайте. Опа! Лучшегося пицца писта! Паста, которая в галактике. Почему писта? Может он что-то другое хотел написать? Хорошая вывеска. Ну тут еще номер телефона нужно забебенькать. И адрес. Вот. Как только это сделаешь, Костя, и баб убери. Убери баб. Хороший человек. Хороший. Я читаю все ваши комменты, ребятки. Многие писали то, что Мол Эдисон пора уже заплатить за коммуналку. Потому что там уже и коммуналка и за дом, и за ресторан. Кстати, нужно открыть ресторан уже в ближайшее время. Потому что я буду идти в минус. Если я буду платить коммуналку за ресторан. А рестораном пользоваться не буду. Михалыч! Есть какие-то новые поставки? Спасибо за что спас меня. Да я уже... Да в смысле уже нет подарки. Я уже забрал. Хорошо. Я спас тебя. Это уже было давно. Так. Что я могу у него купить? Третий монитор я могу купить. Комп у меня есть. О! Приставку! Майнтендо! Можешь записывать ролики с плойки четвертой. Хорошая идея, ребятки. Как вы думаете? Может мне реально купить приставку и начать записывать ролики с нее? Напиши в комментах, хочешь ли ты или нет. Ладно, давайте мы пойдем. Заплатим за коммуналку. Кстати, у меня же уже почти хват... А у меня хватает денег на то, чтобы машину купить. Арсений Гончик! Он же мне дал две ски... Да... Парковаться ты, конечно, не умеешь, что взилет. Нужно ее немножко вот туда, вот так. Да. Угу. Я куплю уже машину в скором времени. Уже хватает монет. Только тогда, когда построят дорогу в соседний город, чтобы я к родителям ездил. А то пешком я как бы жирок-то сбрасываю, но все же. Так, что у нас... Чё? Что... Айфон? Какой айфон? Так, подождите. Плата за коммунальные услуги — 8 золотых монет. И плата за коммунальные услуги — 23 золотые. 23 золотые монеты — это, скорее всего, за вот этот дом, и 8 — это за ресторан... Чё за айфон? Подождите. Чё за дичь? Реально настоящий айфон у меня тут сейчас в руках. Чё за фигня? Какой... Почему у меня в почте я сейчас нашёл настоящий работающий айфон? И вы просто смотрите! Вот мой айфон, ну, не настоящий, китайский, который я купил давным-давно у Михалыча. Вот посмотрите! Вот этот айфон! И посмотрите вот этот айфон! Аааа... Аааа... Ааа... Эх... Эх... Ааа... Кто мне звонит... Я не... Я не буду брать трубку. Не... Не звань... Сбросить Пойдем заплатим за коммунальные услуги Я не буду брать трубку 31 золотая монета мне нужно заплатить Да что за Это немножко как-то странно Не находишь, потому что я у себя в почтовом ящике Нашел работающий айфон Новенький айфон Я себе не могу даже позволить Айфон купить, потому что он слишком дорогой А мне подсунули настоящий Охранник Степа Вызывай полицию Так, 31 золотая монета За коммунальные услуги Я все верно, я математик 23 плюс 8, 31 Если я неправильно посчитал, я дебил Я обозорился перед всеми своими подписчиками Но вроде все нормально Сбросить, сбросить Слушайте, а что я парюсь-то? Ну может это какая-то бабка Просто случайно Айфон, айфон упал, он ногу сломал Айфон вылетел, залетел в почтовый ящик Бабка встала такая на одной ноге Такая попрыгала, попрыгала, попрыгала Где мой айфон, где мой айфон А как черт с ними пошла в больницу Хорошая теория, скорее всего Так оно и было Смешно-то смешно Реально, просто, наверное, бабка какая-то Бабка какая-то звонит И просит, чтобы я ей отдал телефон Ладно Алло Здорово Здорово, шкет Зря ты моего пацаненка оскорбил А еще тебе привет, огромнейший Твоего старого друга Помнишь, у кого ты Макдак отжал? Ага, забыл уже, небось Не на тех ты нарвался Сидел бы там себе спокойно Да ролики бы записывал Но нет Жопа-то у тебя чешется Очень сильно, как я вижу, да? Но ничего, ничего Скоро я эту жопу успокою Больше она чесаться не будет Да на самом деле Ничего у тебя чесаться не будет У мертвеца же ничего не чешется, да? Вот и новый жизненный этап у меня наступил Жопа глубокая Можно его так назвать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok